До Барнаула доходят подземные толчки. Просто подавляющее большинство из них вы не замечаете. Такова шокирующая на фоне Турции правда. Мощно Алтайский край тряхнула в 2003-м, когда в республике Алтай произошло сильное землетрясение. Многие до сих пор помнят, как качалась люстра, дрожали стекла, а люди в панике выбегали на улицу. Сейсмоактивный очаг того землетрясения теплится и сегодня, говорят ученые. Участники первой подобной научно-практической конференции на тему высотного строительства. Ведь этот фактор после турецких разрушений резко стал одним из актуальных. Я специально выбрал картинки, которые теоретически могут возникнуть сегодня при расчетном землетрясении на территории Алтайского края. Старые застройки в пределах городской застройки или не в качестве построенных домов может быть вот такая. Такие последствия. Убивают людей не землетрясение, убивают здания. Проектировщик Андрей Суртаев уверен, что качественное строительство может предотвратить и масштабное разрушение здания при разных ЧП. Просто все это нужно просчитывать. В формате выступлений ученые из Сибири и Москвы рассказывали про доказавший свою эффективность строительной технологии и материалы. К примеру, декан строительно-технологического факультета политеха Иван Харламов рекомендует применять более легкие материалы – бутобетон, керамзитобетон. Судя по землетрясению 2003 года, надежны деревянные строения, особенно из лиственницы. Но высотки из дерева не построить, а строить их будут. Общероссийский тренд – города растут ввысь. В городе, наверное, это слишком большая роскошь будет, если в городе мы будем, город будем застраивать такими одноэтажными домами. Все офисники, все такие государственного значения здания, наверное, имеет смысл все-таки их делать высотными. Когда город уплотняется, экономика начинает по-другому жить. Мы же в основном все барнаулицы приехали из деревни. Никто не хочет жить в деревне. Все хотят, чтобы рядышком было кафе, магазин, а это возможно только при плотном состройке. Высотным считается общественное здание выше 50 метров или жилое выше 75 метров. Это 25-этажки. Такие объекты в Барнауле есть. В индустриальном районе их больше, чем в центре. Но высотки сейчас нет ни в Барнауле, ни в столице Сибири – Новосибирске. Скоро ситуация должна измениться. На набережной Барнаула возводят две 44-этажные высотки. К ним приковано большое внимание. Они будут первыми в Сибири. На их примере проектировщики и застройщики должны понять, как работать с такими проектами. Высотные строительства все-таки работают башенного типа. Есть особенности. Ветровые нагрузки, пульсирующие. И чем проще форма, тем проще проектировать, строить такие здания. По словам участников конференции, возможно, события в Турции приведут к ужесточению требований к сейсмоустойчивости. Замдиректор по науке Алтая-Саянского филиала единой геофизической службы РАН Алексей Яманов считает, что природа подземных толчков носит еще и техногенный характер. В Кемерово, где потряхивало 7 февраля, добывают уголь в новосибирский антрацит. В последнее время все чаще землетрясения начинают обходить город Барнаул с севера. Новосибирская область постоянно испытывает сейсмические воздействия. Причем, вот оказалось, на этой неделе была сейсмическая ситуация в районе Чистоозерки, которая расположена практически на западе Новосибирской области, которая раньше территория считалась сейсмоопасной. Руководитель департамента комплексной градостроительной безопасности Минстроя России Рустам Акбиев пояснил, что в стране нужно привести к единому показателю оценку сейсмической безопасности домов. Так, фонд реформирования ЖКХ провел оценку домов из разных регионов России, и большинство из них требует усиления или реконструкции. А тем временем Алтайский край занимает четвертое место в Сибири по объемам введенного жилья за 10 лет 8,5 миллионов квадратных метров.